И, друзья, говорит и показывает Всемирный Центр Бныно Бриту-Лам из города Героя Ярушалаем в большом смысле этого слова. Сегодня у нас уже 19-е яра 570-го года. У микрофона Йоноле Бенза, Пульта-Натан. Мы с вами продолжаем книгу Шмуэль. Я напомню вам, что книга Шмуэль, она одна, согласно еврейской традиции. Вообще у нас нет никакого деления на первую часть или вторую. Деление – это, к сожалению, позднее, нееврейское, христианское деление. Оно вошло в обиход по техническим причинам, и поэтому мы им пользуемся. Так вот, в прошлый раз мы с вами закончили первую часть книги Шмуэль, поскольку здесь просто начинается новая нумерация. И сегодня вторая часть книги Шмуэля – первая глава. И я напоминаю вам краткое содержание предыдущей серии. Шауль погибает. Причем не просто погибает, а героически погибает. Он сделает шву перед своей смертью. Он не сдается нехорошим этим плеченцам, живьем. И вообще он ведет себя как совершеннейший герой. И эта смерть, конечно, искупает многие безобразия, которые он сделал при жизни. То есть надо признать, что погибает, умирает Шауль – герой. И мы должны знать, страна должна знать, и весь мир должен знать своих героев. И вот на этом фоне нам начинают рассказывать, а что же происходит с Давидом. Как поднимается его царь. И если кто-то думал, что после смерти Шауля сразу же Давид станет царем Израиля, его ожидало большое разочарование. Почему? Потому что все идет гораздо медленнее, чем это видно или хотелось бы на первый взгляд. Давайте посмотрим, что, прежде всего, описание гибели. Еще одно потрясающее описание гибели Шауля. Какой вестник приходит Давиду. И так, повторяю, с этого момента и дальше полный акцент. Вся камера нашего фильма, если можно так сказать, переносится на Давида. Теперь все вокруг Давида. И было, после смерти Шауля, и Давид вернулся после того, как побило Малекитян. Вы помните, что когда он вернулся в Циклак, куда его вернули приштик, то вместо того, чтобы отдыхать там, он нашел полную разруху и пожарище. И пришлось ему гнаться за Малекитянами и отбивать своих плен. После всего этого он вернулся в Циклак. И вот Малекитян, он вернулся и поселился Давид в Циклаке два дня. То есть сидел он в Циклаке два дня. Два дня он находится в состоянии некого отдыха, понимаете, после этих стражений и разочарования. И было в день третий. И вот муж пришел из лагеря от Шауля. И одежды его разорваны, и земля на его голове. И земля на его голове. И было, когда он пришел Давиду и упал на землю и распластался. Надо сказать, что стиль здесь немножечко напоминает известную советскую мифологию. Мальчиша, Кибальчиша или Платхиша, когда там приходит с боя некий боец с порванной гимнастеркой и так далее. Я думаю, что это некая парафраза вот на это место. Ну, так или иначе, легко запомнить, что человек этот явно пытается провести впечатление. Потому что, вы понимаете, он говорит, я пришел с поля боя. Вы понимаете, где находится поле боя? Поле боя находится в Израильской долине, на горе Гильбоа. А Давид находится в Циклаге. Это в районе побережья, в районе Азы, Ашкелона, Ашдода, вот туда. То есть от горы Гильбоа до Циклага это сотни километров. Это другая местность, другой климат, другой рельеф, другая погода, все что угодно. А склон этот товарищ изображает из себя, как будто вот сейчас он с поля пришел. Он не мог сейчас прийти с поля, это несколько дней. И если через несколько дней он приходит к Давиду, и у него все порвано, и земля на голове, то понятно, что он порвал все это здесь, в Циклаге, или подходя к Циклагу, и землю тоже принес к ней из Израильской долины. То есть человек хочет произвести впечатление. Это уже говорит нам, что он немножечко артист. Делает ли это его менее доверительным с точки зрения информации, не знаю. Но прежде всего обратил внимание на мелочи. Это Виктор Суворов в своих книгах, когда описывает свою учебу, советская разведка, говорит, что в Академии ГРУ им говорили, учитесь обращать внимание на мелочи. На мелочи. И это очень важное правило при изучении Танаха. Вот мелочь, казалось бы, да? Но это важно. Почему это он вот так вот землей посыпался и все это порвал? Что-то странное. И было, когда пришел к Давиду и упал, землей распластался. Это тоже вещь, которая имеет значение. Потому что распластываются перед царями. Этот товарищ явно ведет себя по отношению к Давиду как к царю. И что означает вся его это, вся эта его презентация? И сказал ему Давид, откуда ты пришел? И сказал ему, из лагеря Израиля убежал я. И сказал ему Давид, что было? Расскажи мне слово сейчас. И сказал ему то, что отступил и разбежался народ от войны. И также многие упали из народа. То есть погибли и умерли. И также Шауль и Юнатан, сын его, умерли. Посмотрите, что он говорит. Народ разбежался, полное поражение. Многие погибли. Ну, это, в общем-то, нетрудно это понять. Когда ты видишь общее такое вот разбегание во все стороны, крики и так далее. Понятно, что было поражение. Но откуда ты знаешь, что не только Шауль, но Юнатан, сын его погиб? Эти частности, эти детали важнейшие. Как можно было узнать? Представьте себе, сегодня у нас еще событий не произошло. Тебе уже сообщают его подробности. Но у них при полном отсутствии средств связи информации. Человек этот говорит, утверждает. Не то, что говорит, ты знаешь, там все побежали. Видимо, было поражение. Это тоже, в общем, сразу можно понять. И может быть, даже Шауль и сын его погибли. Или такие слухи ходят. Нет. Он говорит, Шауль и сын его, Юнатан погибли. Обратите внимание. Он не говорит, что погибли Мальтишуа. Не говорит про других сыновей Шауля. Очень странная уверенность и точность. Поэтому Давид сразу же его спрашивает. И сказал Давид, юноше, рассказывающему. Откуда ты знал, что умер Шауль и Юнатан, сын его? И сказал юноша, рассказывающий ему. «Случившись, случился я на горе Гильбо. И вот Шауль опирается на конье свое. И вот колесница и всадники настигают его». Надо сказать, что рассказ этот уже вызывает недоверие. Потому что что значит «случаясь, случился». Шел я ночью как-то там в библиотеку, а попал на поле боя. Ой, и случайно здесь Шауль умирающий. И вон уже носит, как мы увидим. И Давид, и Юнатан. Как можно случайно оказаться на таком месте? Или же ты придумал. Или же ты был участником этих событий. Ну, интересно, на чьей стране? Это пока вещь темная. И повернулся он назад. И увидел меня. И позвал меня. И сказал я «вот я». И сказал мне «кто ты?». И я сказал ему «амляки я». О, здесь рассказ становится просто увлекательным. Это потрясающе. Молодой человек, который случайно гулял по полю боя. Там, на горе Гильбо. И случайно оказался рядом с Шаулем в момент его гибели. Он признается сам, или по крайней мере заявляет, что он у «малеки тянет». Интересно, для чего он это заявляет? И правда ли это? И сказал мне «встань надо мной сейчас и умертви меня, потому что меня охватили судороги, а еще душа моя во мне». И встал я над ним и умертвил его, потому что знал я, что не будет больше жить. После того, как он упал, и взял я венец, который на голове ему и браслет, который на запястье его и принес его господину моему воде. О, здесь мы видим с вами вещи очень интересные. То есть, если бы мы слушали его рассказ до сих пор, ему не было бы никакого основания доверять. Вполне возможно, товарищ выдумывает. Вполне возможно, товарищ сочиняет. Вполне возможно, товарищ хочет приписать себе что-то. Или же он просто слышал какие-то слова. Проверить это невозможно. Но здесь он принес с собой вещественные доказательства. Корону царя и его браслет. Эти вещи невозможно спутать, их невозможно купить на рынке. Это то, что все знали, было только у Шауля. Причем обратите внимание, кому он приносит все это Шауль, все это тамаликитянин. Давиду, который служил при Шауле и прекрасно сможет отличить любую поделку. И, кстати, обратите внимание, что здесь используется именно ивритский термин Незер. Незер – это корона или венец на иврите. Сейчас я вам покажу для сравнения. Здесь вот от микра они приводят египетскую корону, чтобы вы не подумали, что она похожа на нашу. Вот видите, вот здесь вот рисунок египетской короны, которая одевается на голову. Вероятно, это было сделано из золота. Обратите внимание, что здесь у них змей. Как и на головах у фараонов, так и на этом венце змей. Как выглядела корона, венец Шауля, мы не знаем. Но понятно, что это был настоящий его венец, другого такого не было. А еще и запястье. Вы понимаете? Еще и запястье. То есть здесь явно царские признаки. Кстати, обратите внимание, что и венец, и корона, и венец, и вот этот вот браслет, это очень соответствует египетской стилистике, египетской культуре. Потому что змеи были у них и здесь, и здесь на руке, на том самом месте, где мы надеваем фильм. Но я сейчас не об этом. Сейчас я о том, что молодой человек, заявляющий, что он омолитетянин, принес доказательства того, по крайней мере, что он был рядом с Шаулем. То есть не мог он это забрать ни из какого музея, ни купить ни в каком магазине, ни в каком рынке. Убивал ли он Шауля или нет, этого никто не знает и вряд ли когда-нибудь узнает. И Давид тоже этого не знает. Но этот молодой человек утверждает, берет на себя ответственность и еще хвалится тем, что убил царя Израиля и принес Давиду эту корону и этот браслет. Понятно, что здесь он распластался перед ним, поскольку ты теперь царь, и товарищ этот явно рассчитывал на значительное повышение. То есть теперь он принес радостную месть и корону сейчас Давид наденет, и он будет добрым бесником. Ничего подобного. Реакция Давида была принципиальной. Ага, сказал Давид. Ну, ага, это я прибавил от себя. И схватился Давид за одежду своей и порвал. И также люди, как все люди, которые он с ним. Обратите внимание, до того, как он упомянул и предъявил эту корону с браслетом, Давид не верил, что Шауль погиб. Но когда он это предъявил, это было абсолютным доказательством. Живой Шауль не дал бы ему свои эти вещи. Поэтому, кто бы его не убил, весть о его смерти верна. Он разрывает свои одежды, и стоявши на стене, потому что царь погиб. И оплакивали, и скорбели, и постились до вечера о Шауле Юнатане, сыне его, и о народе Ашем, и о доме Израиля, потому что упали от меча. То есть, прежде всего, Давид понял, осознал, что это точная информация, что Шауль мертв, а это означает, что Израиль разбежался и погиб, и Юнатан тоже погиб. А он оплакивает его как царя, не как личного друга Юнатана. А что было с этим товарищем? Сейчас мы узнаем. И сказал Давид юношу-вестнику, как, откуда ты? И сказал, я сын мужа-пришельца Маликитянина. То есть, Давид не удовлетворился его рассказом, что он Маликитянин, а снова переспросил он, все-таки, скажи мне ясно, ты кто? Ну, он сказал, что он сын Маликитянин. И сказал Давид, и сказал ему Давид, как не побоялся ты послать руку свою уничтожить помазанника Ашем, Маше Ахашем. Помните, как Давид, сколько у него было, сколько у него было возможностей, сколько у него было испытаний, по крайней мере, два. И он мог убить Шауля. И он сказал, я не подниму руку на Маше Ахашем, потому что царь, это не персональный товарищ Шауль, а это Маше Ахашем, помазанник Ашем. Я не подниму, он погибнет на войне, как угодно, но я не имею права этого делать. А этот товарищ, мало того, что он поднял руку, хотя, кстати, это сомнительно, но он хвалится тем, что он поднял руку и убил Шауль. И сказал ему Давид, и позвал Давид одного из слуг, и сказал, подойди и порази его. И поразил его, и он умер. То есть он приказал своим слугам убить этого Юдуша, вести. И сказал ему Давид, кровь твоя на голове твоей, то есть ты виноват в том, что я тебя убил. Почему? Да потому что у Давида не было никаких оснований убивать этого человека. Но, потому что твои уста ответили против тебя, говоря, я убертвил Маше Ахашем. То есть я бы тебя никогда не убил, если бы ты не пришел и не заявил, что ты убил Шауль. Обратите внимание, что Давид ему говорит перед казнью, после казни, во время казни, он ему говорит, смотри, я тебя убиваю не за то, что ты убил Шауля, поскольку я не могу проверить и узнать, убил ли ты Шауля или нет, но за то, что ты хвалишься тем, что ты убил царя Израиля. Заодно это тебе достойно убить. Теперь вопрос с этим юношей, действительно, это полная, полная тьма. Во-первых, мы видим, что здесь рассказ немножечко отличается от того, который был в предыдущей главе. Там мы видим, что был Шауль, его же носит, но носит где-то не хотел, шауль упал на свой меч и умер. Здесь он опирается на копье и просит Маликитяне додобить его. Надо сказать, что противоречие здесь, в общем-то, есть линия в объяснении этого эпизода, что это есть противоречие. Мне кажется, согласно Пшату, нету, ты не обязан сказать, что здесь есть противоречие. Вполне возможно, что он упал на свой меч, он еще не умер, а то, что он опирался на копье, во-первых, могли перепутать, а во-вторых, может он опирался на копье, опал на меч. Так или иначе, этот молодой человек мог действительно его добить, потому что откуда он взял эту корону? Ну, интересно, кстати, что он подчеркивает, то есть это важно нам, что он Амаликитянин. Спрашивается, какая разница, Амаликитянин или я не знаю, Иванов Сидоров? Нет. Да потому что как все точно и справедливо? Ведь у Шауля, как известно, одна из главных, одна из главных его провинностей, за которую он заплатил, это то, что он не добил Амалейка. И то, что он не добил Амалейка, привело к тому, что этот Амаликитянин оказался. И этот Амаликитянин, который, видимо, служил, был рабом где-то там у Плештин, как Амаликитянин брали в плен Плештин, так и Плештин брали в плен Амаликитянин и были не урабами. И он там и добил его. Насколько это точно? То, что не смог сделать Шауль, не смог добить Амалейка, Амалейк добил его. Поэтому, повторяю, убил ли он его или приписывает себе эту заслугу в кавычках, это преступление, трудно сказать, но логично предположить, что это именно Амаликитянин. Это очень-очень логично с точки зрения морального смысла происходящих событий. Обратите внимание, что Давид не только не хвалит, не только не возносит, не только не награждает этого вестника, который бежал всю дорогу, предвкушая, что он будет каким-то там большим джобником у Давида. Нет никаких. А он его убил. За только-только то, что он сказал, что он убил. То есть, это не только не заслуга в глазах Давида, а это преступление. Теперь возникает вопрос, а по какому праву с точки зрения юридической Давид убил этого молодого человека? Он кто судья или кто-то еще? но Давид понимает, что в момент, когда Шауль погиб, а в этом у него нет сомнения, это точно доказывается короной и браслетом, в этот момент Давид, который был помазанником, он фактически остается единственным царем в Израиле на этот момент. И как царь он принимает решение и имеет право его казнить. В любом случае, мы сейчас с вами увидим, насколько это было тяжело Давиду, смерть Йонатана, но при этом, как он переживает за смерть Шауля, потому что это не проблема Шауля, а это разрушение, крах Израиля, народов Сибири. И сказал Давид, вот это кина, кина, это причитание, это плач, плач, о Шауле и о Натане сыне. И сказал, учить сынов иуды луку, то есть луком надо было стрять, из-за лука они погибли. Вот это записано в книге Яишар. А-а-а, от Свисраэль. Интересное это выражение, я хочу потом поточнее его перевести, цви это великолепие, красота, красота Израиля на возвышенностях твоих павших, как пали герои. А цви Израиль, это видимо здесь красота Израиля, это видимо обращение к стране, к земле Израиля. Не говорите, не сообщайте в Гате, не возвещайте на площадях Ашкелона, чтобы не обрадовались дочери Плешти, чтобы не веселились дочери необрезанных. Горы Гильбоа не будет ни росы, ни дождя на вас. И поля, сейчас я постараюсь перевести поточнее это выражение, это выражение, выражение это, то есть не будет на ваших полях никаких урожаев, ни на горе Гильбоа, ни на ее окрепности. Проклинает это место, потому что там не сработало или был слаб щит героев. Щит Шауля не был помазан маслом. Вы знаете, что они щиты кожаные делали и мазали их маслом, чтобы спелы скользили. Стрелки в конце концов добили армию Шауля от крови убитых, от жира героев лук Йонатана не возвращался назад и меч Шауля не возвращался пустым. Они были герои, убивали врагов. Шауль и Йонатан любимые и приятные при жизни и при смерти своей неразделимы. Они легче орлов были, сильнее львов. Интересно, кстати, здесь посмотрите, как Давид их описывает как любимых и неразрывных. А вы можете сказать, какие же они были любимые и неразрывные, когда в конце концов они там, яхтоговоря, не очень между собой устраивались. Но не забывайте, что Йонатан действительно в конце концов выбрал Шауля и с ним остался, с ним воевал, с ним погиб. Поэтому в этом плане Давид прав. Дочери Израиля, о Шауле плачьте, который одевал вас здесь есть разные пшани, я думаю, здесь такой красный шелк из драгоценности, который надевал на вас драгоценные украшения на вашу одежду. Имеется в виду, что Шауль, воюя с врагами Израиля, давал своим воинам возможность брать трофеи для себя, и они приносили украшения и ценности своим женам и дочерям. Как пали герои, как пали герои в войне Йонатан на возвышенностях твоих погибших. То есть здесь мы видим в конце общего плача по Израилю Шаулю, он только дает после этого волю своей личности к Урбе Йонатане. Тесно мне или тяжко мне о тебе, брат мой Йонатан, приятен ты был мне очень, сильнее или больше была твоя любовь ко мне, чем любовь женщины. Любовь Давида и Йонатана отличалась бескорыстием, отсутствием всякого интереса, так приводит его Киркейл. Потому что Йонатан отказался от своего царства ради Давида. Как пали герои и как погибли орудия войны. То есть это что-то совершенно страшное и Давид понимает, что это не просто личная гибель Шауля и не только не радуется этому, наоборот скорбит, потому что это падение, крушение Израиля. И вот после этого Давид понимает, что ответственность переходит к нему. Что делать? Он знает, что северные колена разбежались, Шауль погиб. Что в этой ситуации ему делать? Единственное практическое средство, единственная практическая мера, которую может принять с точки зрения какой-то организации народа после этого крушения, это взять власть в Иуде, в его колене южном, которая не разбежалась, и которая не очень-то видимо и была связана с Шаулем в этой последней войне. И было после этого, и спросил Давид у Ашеб, через Урим и Туми, мы видим по краткости ответ, говоря, поднимусь я в один городов Иуды, сказал Ашеб, поднимайся, и сказал Давид, куда поднимусь, и сказал в Хеврон. Хеврон это, мы с вами знаем еще историю, надельный, удельный надел глав колена Иуда. Помните Калер Бен-Яфуне? И поднялся туда Давид, и также две жены его, ахином израильтянка Вигаль, жена Наваля Кармелицкого, и мужик, который с ним, поднял Давид, муж и семью его, и дом его, и поселились в городах Хеврона. То есть Давид в Хевроне, а его команда вокруг Хеврона. И пришли мужи Иуды и помазали там Давида царем, на царя над домом Иуды, и сказали Давиду, говоря, жители Евэш-Гелада, которые похоронили Шауля. Помните, что жители Евэш-Гелада, это в прошлой главе было, позапрошлый. Перешли Ардан, сняли тела Давида Шауля Ионатана с Сен-Бейчана, перешли в Явеш-Гелад, похоронили, и это докладывают Давиду. И Давид хочет пригласить их. Он стал царем Иуды в Хевроне, но он хочет быть царем всего Израиля, чтобы взять все колено под свое руководство и начать возрождение. И послал Давид посланников к людям Явеш-Гелада и сказал им, благословенны вы для Ашем, что сделали милосердие с господином вашим Шаулем и похоронили его. А сейчас сделает Ашем с вами милосердие и правду. И так же я сделаю с вами добро это, за то, что вы сделали вещи. А сейчас пусть укрикатся ваши руки и будьте доблестными, мужами, молодцами, потому что умер господин ваш Шауль и так же меня помазали дом Яуды царем над ними. То есть окей, вы молодцы, отдали Шаулю последние почести, молодцы, честь и слава коля кого. Но с точки зрения царства сейчас Яуда приняли меня на царство. Присоединяйтесь, будем возрождать Израиль. Шауль-то погиб. Ага, не тут-то было. А в Нер, сын Нера, вот возникает у нас человек, который и не дал Давиду принять власть сразу. А в Нер-бен-ер начальник армии, глава армии, который у Шауля, взял Ижбош, это сын Шауля, он был еще, оказывается, Ижбош, и перевел и перевел Маханаем, это город на восточном берегу Иордана, который основал Давид, выращаясь в Лабак. И воцарили его над Геладзем, над Шурин, Израэлем, над Фраем, над Бениамином и над всем Израилем, то есть над всеми коленами, которые оказались на восточном берегу Иордана. И не дал Авнер перейти царству Давида. 40 лет было Ижбошиту, сыну Шауля, когда он стал царем Израиля, и два года царства он, и только дом Иуды был за Давидом. А дальше интересная цифра. И было число дней, которые Давид был царем в Хевроне над домом Иуды, 7 лет и 6 месяцев. И тут я вам скажу, что я никогда не был сильным в математике, но тут возникает проблема, которая даже без математического таланта кричит. Два года Давид был царем над Иудой. Отлично. Нет, два года пересесть, просите. Два года Ижбошин был царем над Израилем. А Давид в это время 7,5 лет был царем в Иуде. Помните этот советский эмульфильм? Ничего не понимаю. Два года или 7,5 лет? Получается, что два года Ижбошин был царем. 7,5 лет Давид был царем. А кто же из этих 7,5 лет, 5 лет был царем Израиля? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа и рабы из Бошата, сына Шауля, из Маханайма в Гивон. А Юав, сын Цруи, и рабы Давида вышли и встретили у водоема Гивона вместе. И сели там у водоема этого, те с этой стороны, те с этой стороны. Надо сказать, что это был огромный водоем. Вот у меня здесь есть фотография. Огромный водоем, это, вероятно, десятки метров высотой, в Гивоне, в Калинин-Бениамин они встретились, и это место было местом войны. И сказал Авнер Юаву, пусть встанут юноши и поиграются перед нами, поиграют. И сказал Юаву, встанут. Интересно, что это за игра такая. И встали и перешли по числу 12 у Бениамина, у Ишбошата, сына Шауля, и 12 слуг Давида. И схватились муж за голову другого, друга своего, ближнего своего, а меч, а меч вонзили, имеется в виду, в бок друг к другу. И пали вместе там. То есть 24 юноши пали вместе и назвали место это полем мечей, которое в Гивоне. Это ничего себе игры. Путь-гуть поиграются. Вышли и убили друг друга. И была война тяжелая очень в тот день. И поражен был Авнер, и мужей Израиля перед рабами Давида. И были там три сына Цруи. Юава, Виша и Асаэль. Это все двоюродные братья Давида. Ведь Цруя сестра Давида. А Асаэль лег ногами, как газель, которая в поле. Вы знаете, газели, я их вижу, каждые несколько дней, может быть, действительно, здесь в окрестностях, они летают, как молнии, перескакивают через любые камни и скалы. Вот здесь, кстати, вот она эта газель, которая на иврите называется Цви. Цви – это красота, мы видели в нашей главе. Так вот, он бежал, как газель, и преследовал Асаэль за Авнером, и не отходил от него ни вправо, ни влево за Авнером. Преследовал, не отступал. И обернулся Авнер сзади, и сказал ему, ты ли это, Асаэль? И сказал ему, я. И сказал ему, Авнер, отойди направо или налево, и возьми себе одного из юношей. И возьми себе его одежду. То есть, Авнер настолько циничен, говорит, пойди за кем-то другим, убей одного из наших. Возьми себе одежду, что-то равно убей. Но не захотел Асаэль отступать от него. И продолжил еще Авнер говорить Асаэлю, уйди от меня, сверни от меня. Зачем я положу тебя на землю, то есть убью тебя? И как я подниму лицо к Юаву, брату твоему? И отказался свернуть от него. И ударил Авнер сзади его копьем, то есть задним концом копья, в живот. И вышло копье сзади него, и упал он там, и умер на месте. И был и всякий, который приходил к этому месту, на котором упал Асаэль, и умер, и останавливались. И преследовал Юава Вишай за Авнером, а солнце зашло. И они были около Гива Таама, который перед лицом оврага, который в пустыне к его. То есть они уже к вечеру собрались в районе некого оврага. И собрались сыны Бениамина за Авнером, и стали одной группой. И встали во главе этой, на вершине этой Гивы, одной Гивы, одного холма. И возвал Авнер к Юаву и сказал, вечно ли будет пожирать меч. Ведь знал ли ты, что горьким будет, горечь будет в конце. И до каких пор ты не скажешь народу вернуться от преследования за братьев. То есть как будто бы Авнер, он такой великодушный братолюб. Говорит, зачем нам воевать, братская война. А кто пришел, кто инициировал. А для чего Авнер инициировал эту гражданскую войну? Чтобы не было возможности сюда передать власть Давиду. Война ему нужна исключительно политическая цель. И сказал Юав, вжив и лужим, если бы ты не говорил, так с утра бы ему уже поднялись народ в уши от брата своего. То есть если бы ты не пришел на войну и не подстрекал, и эти игры не устраивал кровавые, мы бы давно разошлись. И вернулись бы. И затрубил Юав, шуаром. И встали весь народ, и не преследовали больше за Израилем. И не продолжали больше воевать. Авнер и его люди пошли по степи, то есть по Иорданской долине, шли по Иорданской долине всю ночь ту, и перешли Иордан, и прошли весь трон, и пришли Маханаем. Маханаем – столица Израиля на тот момент, и в боже-то на восточном берегу Иордана. А Юав вернулся за Авнером и собрал весь народ. И посчитались, то есть не досчитались, из слуг, из рабов Давида 19 и 19 мужей Иосаэль. Иосаэль, он был сам по себе на грандиозной потере. Но всего 20. Слуги Давида побили из беньяминцев, и мужа Хавнера 360 мужей умерли. То есть люди Давида потеряли 20, а те 360. И подняли Иосаэля, и похоронили его в могиле отцов, у которых в Бетлехеме, и шли всю ночь, Юав и люди его, и засветило им в Хевроне, то есть в утро не пришли в Хевроне. И была война долгая между домом Шауля и домом Давида. И Давид идет и укрепляется, а дом Шауля идет и ослабляется. Здесь мы с вами сегодня остановимся. Давайте послушаем, если есть вопросы. Вопросов нет. Окей. Если будут вопросы, пишите, шлите телеграммы в чатницу. Рафи, но... А, есть вопросы? Да, тут я подумал. По район Гильбоа, да, вот там ведь была Шауля и так далее, там ничего не будет расти, но гора Гильбоа, там, в общем-то, никогда ничего не наросло. Имеется в виду, наверное, Израильская долина, да, которая под ней... Да, гора Гильбоа, это не доезжая до Бейчиана, и там как раз есть такое место, называется Сдетрумот, вот как раз по тому названию, которое дал Давид. Действительно, мы видим, что гора Гильбоа в значительной степени такая лысеватая. С другой стороны, мы знаем, что там и кибуцы есть, а наверху есть кибуц Мирав. Кстати, обратите внимание, кибуц Мирав назван по имени дочери Шауля. Малькишуа там тоже есть. Да, и Малькишуа, да, то есть это сын Шаулина Падю. И до сих пор названия еврейских поселений на горе Гильбоа несут себе память о том сражении. Спасибо. Окей. Тогда всего хорошего. И до побачья. Сейчас, полсекунды, можешь подождать? Йонас, так, объясни, скажи, что у нас происходит? Где? Ты ждешь вопросов? Да-да-да. Вопросы уже закончились и... А, окей. Все, тогда вопрос заканчивается. Я одним ухом был в другом месте. Все, тогда всем счастливо и до свидания. Пока. Спасибо. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok